Гонзо 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 Вы все правильно говорите, увеличится посещаемость, появляются рекламодатели, веб-студии, сайты которых выигрывают, однозначно они получают новые заказы, почему у нас все, конечно же, борются за эти места. Несколько раз номинировал разные сайты, побеждал отчасти, да, никакого наплыва особого не было посетителей. Ну, возможно, получить оценку экспертов какую-то, но она не детализированная. Замечательная премия, но не хватает зрелищности. Вы вот как-то в этом направлении изменили что-то? Ну вот, если вы слышите, там идет постоянный смех. Мы решили эту зрелищность добавить с помощью наших членов, ведущих, скажем так. Число людей, которые хотят попасть на премию, оно с каждым годом растет. В этом году мы сняли зал на 800 человек, и он, в принципе, заполнен. В этом году мне, например, было немножко обидно, потому что уменьшилось резко количество участников. На сайте, который выбирает сайты, еще есть баги, и он временами глючит, то есть невозможно проголосовать, и падает временами. Абсолютно неправда, все хорошо, вас обманули. Вот так вот. Я думаю, что в любом случае в следующем году все баги будут устранены, опять будет интерес к премии, и никто не станет говорить, что победители левые, липовые. А что, было такое? Ну, говорят-то всегда, но я могу честно сказать, что премия как была, открытая, прозрачная, она такой, надеюсь, и останется. То есть вы отрицаете это? Абсолютно. Над сайтом интернет-премия работают лучшие веб-студии, они являются технологическими спонсорами. Обычно там все хорошо, но злые происки присутствуют в Казнете, а там все хорошо. Не волнуйтесь. А что, аварт уже не торт? Нет, ну да, ну в смысле торт, но... Саша, вот! Нам предоставилась уникальная возможность узнать, кто сегодня получит главную премию Аварда, и кто же это. Давайте что-нибудь получим, потом посмотрим. Вот, если получим, вот, мы, конечно, это дело тогда реализуем по полной совершенно программе. Это было так предсказуемо! А вы сами до последнего момента не знали, кто же стал Ди? Да ладно! Серьезно! Шла на здраво-наздрю между Кейселом и Тенгрим Ньюс, и буквально последний челленджерю принял решение в консор Тенгрим Ньюс. Без этого бы не было. Для нас это такой некий подстегивающий фактор, что, елки-палки, мы уже в прошлом году это взяли, значит, в этом году мы тоже должны. Мы не должны сдавать свои позиции. Ну, то есть, это держит нас как-то в тонусе. Ну что ж, премия Авард подошла к концу, ровно как и наш выпуск. Меня зовут Оксана Колесова, вы смотрели «Вездеход» на Гонза. Я хотела было спереть премию, но она какая-то неподъемная, поэтому я ухожу в закат. Ой, вещи-вещи. Нападение Гонза на Луину. Привет. Мы вас перебили, да, нагло? Да нет, нормально, в принципе. Мы уже привыкли к вам. Чтобы такие все невоспитанные. Какие были дела ко мне? Ну вот. Во-первых, я тебе хотела сказать, что мы тебя очень поддерживали на туркре. Да, я видела, да, спасибо большое. Мы за тебя голосовали. Но мы не прошли. Они не шарят, Луина. Мы не переживаем. Не шарят. Не, ну в принципе, я как бы довольна результатом. Было бы обиднее, если бы кто-то другой бы, наверное, прошел. То есть, Ринга, они в любом случае молодцы. Ну, у каждого свой шанс, свой день, свое солнышко светит для каждого. Поэтому я не расстраиваюсь. Главное, что мы тебя любим. Да, самое главное. Главное, что мы тебя ценим. Ну, правда, меня поддерживали. Ну, действительно, я и ваши твиты видела, да, и вы выкладывали фотографии в Инстаграм. То есть, я все равно чувствовала поддержку. Это самое главное. А вот другой уже вопрос, когда ты никому не нужна. Луин, скажи, пожалуйста, ты сегодня в качестве кого на премии? В качестве, как и в прошлом году, гостя. В качестве певицы. Свою пару песен поддержу. Наших всех интернет-пользователей и вообще в целом премию. Потому что, ну, я не знаю, все уже свои, все близкие. И в прошлом году поддержала. Почему бы в этом году не поддержать? То есть, сейчас было дома делать нечего. Поэтому перед халтурой, перед шабашкой я заехала сюда. Скажи, пожалуйста, какое твое самое большое достижение? Ой, ну, каждый день какое-то достижение. Ну, что бы ты себе премию дала? За что бы премию? Блин, за терпение мое. За терпение, за труд. Ну, за что премию? В целом, я, в принципе, себя отношу к нормальному, хорошему человеку. То есть, за доброту бы, наверное бы. За чересчур такое позитивное общение. Да, за скромность. Нет, ну, правда, для меня достижения, то есть, они были, и я надеюсь, что и будут. Но, как бы то ни было, там, последние вот премии, как певица года, женщина года, какие-то вот, там, конкурсы уже, то, что я в них участвую, это уже какое-то достижение. Потому что ведь, ну, на самом деле, не совсем сложно в них попасть, но и нелегко, да, то есть, не каждому, да, но какие бы это конкурсы не были бы вообще, какое бы это внимание не было бы, оно действительно стоит благодарения, стоит, ну, то есть, я ценю это, вот. Ну, я тебе хочу со своей стороны сказать, наверное, от всех, кто тебя знает, что мы тебя очень любим, мы вообще рады только тому, что ты вообще есть, и что ты есть и вообще в жизни, и на нашей эстраде, да, потому что у нас очень сложно найти таких, нет, у нас, нет, я имею в виду, что они не просто хороших певиц, а чтобы они были действительно человечными, чтобы они были добрыми, чтобы они были такими женственными, как ты. Я очень рада, что у нас есть. Спасибо большое, ну, правда, мне приятно, спасибо. Давайте, мне вот так вот сердечки. Спасибо.